я рад вас приветствовать друзья на канале веселый инженер меня зовут андрей и сегодня тема нашего видео урока будет называться схемы резания при протягивании достоинства и недостатки подъем на зуб протяжки перед этим за подпишитесь на мой телеграм-канал сообщества инженеров а также группу вконтакте веселый инженер все ссылочки будут как обычно в описании начинаем и мы протягивание существует три основных схемы протягивания это профильная схема протягивания генераторная схема протягивания и групповая ее еще часто называют прогрессивная схема профильная схема протягивания называется так потому что в принципе она изначально протяжка уже копирует профиль изготавливаемые детали то есть если это квадрат то это видите квадрат и по мере протягивания просто он увеличивается в размерах до достижения своей так сказать формы окончательно генераторная схема она не имеет сразу профиль допустим вот здесь видите квадрат а начинается все с круга и постепенно вот такими вот кругами радиусами она выходит до своей окончательной формы что касается групповой схемы протягивания или прогрессивной как вам больше нравится тут группы или секции зубьев отдельно обрабатывают каждую каждую часть поверхности также может быть комбинация вот этих вот двух схем а теперь более подробно по каждой схеме посмотрим чтобы в принципе нам стало все понятно и так профильная схема профильная схема протягивания применяется при изготовлении деталей сравнительно простой формы да это действительно так это может быть какие-то круг внутрь рук говорю это может быть внутреннее отверстие диаметр может быть квадрат какой-то треугольник ну что-то ромб что-то простенькое да то есть без всяких так сказать сюрпризов основным достоинством такого метода можно считать высокое качество получаемой поверхности чистовая обработка то есть именно вот с из-под этой протяжки уже можно дальше отверстие не обрабатывать не протачивать не растачивать а сразу говорится отдавать либо там термообработку либо после этой протяжки можно к примеру нарезать зуб от этого получившегося диаметра если это 6 недостатки конечно безусловно есть значительные силы резания и сложность изготовления и заточки то есть получается что одновременно когда начинается вот такие протягивания то есть получается каждый зуб испытывает очень большие силы резания то есть очень например напряжение большое на режущей кромки то соответственно очень часто приводят поломкам данной протяжки смотрите если мы делаем плоскую поверхность то вот получается видите снимается припуск один зуб снимать 2 3 4 5 и поехала пока мы не снимем весь припуск который нам необходим если это какая-то фасонная поверхность то идет сначала видите радиус увеличивается 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 и на финише мы получаем глубину и радиус тот который у нас в принципе нужен нам то же самое при протягивании шлицев если шлицы вы протягиваете вот такую такой схемы то получается видите вот постепенно он увеличивается и выходим на какую-то финишную и нижний размер генераторная схема этот рисунок вы уже видели генераторная схема протягивания применяется при изготовлении деталей как имеют сложный профиль протягивания то есть если профиль не позволяет сделать именно какую-то протяжку же по на его копировала то тут уже вступает в дело генераторная схема протягивания достоинством данной схемы является естественно первое это то что можно делать сложные какие-то детали а далее это снижение сил резания уменьшение величины протяжки и повышение ее стойкости между перед точками и достатке тоже имеется но здесь основной недостаток который можно так сказать обозначить это сложность ее изготовления и соответственно заточки потому что бывают различные очень сложные детали я видел очень сложные по конструкции протяжки которые изготавливаются на станках чпу то есть если плоскую поверхность вы протягиваете то видите сначала снимается вот этот припуск потом вот это то есть тянет а протяжка о плоской поверхности но снимает поэтапно вот эти все припуска определенным с определенным слоем металла то же самое смотрите если там у нас увеличивались радиус это здесь мы полосками такими вот полосочками снимаем пока не доходим до необходимого нам радиус про самое при протягивании шлицер какая же получается петрушка ну и квадрат как вы видите получается вот таким особо групповая или прогрессивная схема приклады при протягивании квадратного отверстия как видите получается вот такая вот распределением при пусков групповая схема протягивания применяется при обработке деталей сложной формы также как и генераторная но отличается тем что слой металла срезается группами или секции как их называют зубьев которые объединяют до пяти режущих зубьев достоинства это умеренные силы резали потому что группами распределяется припуск плавность хода такой протяжки хороший отвод стружки увеличение производительности за счет увеличения снимаемого припуска на зуб тут при пуске достаточно большие при таком виде такой схеме протягивания то есть они могут достигать 4 5 десятых миллиметров каждая группа зубьев можно снимать недостатки это сложность изготовления заточки низкая стойкость естественно приходится жертвовать стойкостью но за счет этого значительно увеличивается производительность вот как вы видите вот идет примеру одна секция зубьев вот таких идет допустим три четыре до секции потом их сменяют вот такие секции то есть снимается ну частями то есть если в круглой протяжки снимается по всему диаметру и он просто в процессе увеличивается увеличивается то здесь как увидите такими секторами вот что у нас получается при групповой или прогрессивная да здесь снимается припуск комбинированно и потом снимается уже припуск как она обычной профильной допустим протяжки то же самое мы видим если мы делаем фасонную поверхность и то же самое если нам необходимо изготовить шлицевое какое-то отверстие а теперь подъем на зуб что же такое подъем на зуб подъем на зуб это превышение по высоте или ширине размера режущей части зуба по отношению к предыдущему зуб то есть насколько зуб который следует за тем которым мы отталкивать тема от которого мы начинаем измерения выше по высоте либо по ширине в зависимости какая протяжка ну для этого этого возьмем вот такой вот вы копировку и чертежа обычной протяжки которая делает диаметр как видите черновой сектор зубьев тут подъем идет каждые три зуба на две десятых миллиметра и последние уже которые три зуба они имеют подъем на 145 микрон далее есть переходной сектор который между черновым и чистовым обязательно должен быть тут снимается припуск всего лишь то 68 микрон фу микрон извините 8 сотых миллиметра также идут дальше чистовые зуби на чистовых зубьях подъем уже идет где про десятки здесь разговора нет здесь уже идут сотки то есть 4 ну 5 может быть соток но обратите внимание что чистовые зубья заканчиваются сектором из 6 зубьев где перепад всего лишь 10 микрон да то есть 10 микрон мы имеем перепад между зубьями последних два зуба уже идут в размер калибрующих калибрующие зубе имеют окончательно размер нашего отверстия которое мы хотим получить и они все эти калибрующие зубе одинакового размера потому что их задача не увеличение или ним снятие какого-то припуска а именно улучшение качества поверхности подчищают так сказать как говорят на производстве они подчищают отверстия обеспечиваю хорошую шероховатость и точность получаемых размеров вот такая вот собственно говоря петрушка а на этом у меня сегодня все подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки ой смотрите мои видео пока пока а